Сегодня утром полицейские бойцы Росгвардии освобождали заложника. В 10 часов на пульт УВД позвонила девочка и сказала, что в дом проник посторонний. Оператор в трубке услышала, как мужчина требует от ребенка героин. На место выехали спецслужбы быстрого реагирования. Руководством УМВД России по Омской области был введен план действий, осуществляемых при задержании вооруженных и особо опасных преступников. Кроме того, сотрудники полиции приняли меры к обеспечению безопасности граждан, заблокировали доступ к дому, оцепили прилегающую территорию. Человек выйдет. Ну ты девчонку-то пожалей, она тебе... Я чего сказал? Жень, вы... Не, не подходи, не подходи. Женя, ну убери нож от нее. Ну ты же человек, Женя, убери нож. Ну че ты... Женя. Мне прямо в сердце будет, девичка. Женя. Ну ты прибежай, пожалуйста, на нее. Пошел! Что ты делаешь? Ребята, ребят, 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 ребят. Ходи, ребят, не заберите. Все, 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 не хричи, не кричи, не хричи. Давай, давай, мама, а девушки, проходите сюда. Пойдете, подходите. Она немножко ушел, не забыла. Нехороший дядя, ребят, ребят. Мы сейчас нахажем. Да, сейчас он получит по первовольчество. У тебя одежда где? В комнате? Нет, да, в комнате. Сейчас все принесут, сейчас врач придет. А, тогда Лене по медицам, мы его выйдем. Как выяснилось, бабушка 13-летней школьницы успела выбежать из дома, а девочку злоумышленник взял в заложники. Ребенка мужчина удерживал в одной из комнат, угрожая несовершеннолетней ножом. Бойцы СОБРа смогли быстро обезвредить преступника. Девочка в результате операции не пострадала. Сейчас с ней работают психологи. Задержанным оказался 41-летний Евгений Завагин. В момент преступления он находился под действием наркотиков. Как установлено, мужчина ранее был неоднократно судим за имущественное преступление, недавно освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором. В ходе следствия органы следствия дадут также правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые осуществляли административный надзор. По предварительным данным, рецидивист в поисках наркотиков шел по частному сектору и стучался в каждый дом. В усадьбе, где он и захватил ребенка, двери оказались открыты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Захват несовершеннолетнего заложника с применением оружия». Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.